Приглашает вас совершить увлекательную экскурсию на прогулочном теплоходе по реке Океан. Микроавтобус увозит туристов, которые хотели бы прокатиться по Океан. Из-за обмеления реки пристань у Кремля фактически не работает. Здесь только продают билеты, а катера ждут отдыхающих в лесопарке. Река Трубиш в районе Кремля настолько обмелела, что катера не могут подойти к пристани, а утки переходят эту реку пешком. Трубиш начал мелеть, когда Рязанский район гидротехнических сооружений переехал вниз по течению. Раньше, по словам жителей, именно это предприятие следило за участком, если нужно углублялось дном Трубиша земснарядом. Теперь все зарастает. Надежда Волкова в Рязани живет уже 80 лет. Недавно дочь пригласила ее на экскурсию по Океан, и она не узнала родной город. В 87-89-88 год мы имели огороды на острове напротив Кремля. И люди купались в Трубеже, это была чудесная вода, плавала рыба. Но после этого, что с ними произошло, ясно, что стоки какие-то там химические или еще какие, рыба вся погибла. Но то, чтобы плавали отложения с населенных канав, такого еще не было. Местные жители начали называть поселок Остров островом невезения. Единственный мостик, ведущий от Кремля к домам, покосился. Доски на нем гниют, между металлическими частями огромные зазоры. Были случаи, когда здесь сломали ноги. Буквально прошлый год мужчина сломал, сидел на больничном полгода. И никто, никто на это внимание не обращает. Хотя тут вот уже все, можно сказать, находится в гневом состоянии. Есть еще дорога, ведущая в поселок. Альтернатива для пешеходов, но тоже небезопасная. Тротуаров нет, из-за зарослей не увидишь выезжающие машины. Здесь некошенные, деревья падают. Движение сейчас стало большое, очень большое движение на остров, потому что некоторые залипопытствуют. Много своих островских машин. На обочину не сойти она заросла. Деревья падают практически уже в сырую погоду, ложатся на крышу автомобилей. А народу очень много погулять по острову негде, поэтому асфальт только на новой дороге. По острову только в резиновых сапогах можно гулять. А здесь страшно, с одной стороны, но выход-то какой-то нужно. Виктор Лобанов и его соседи уже писали жалобы куда только можно. В 90-е остров обещали даже расселить, но эта идея как-то забылась. Между тем, большинство жителей поселка – пенсионеры. Они не знают, как пережить очередную зиму, ведь когда похолодает, единственная короткая дорога в центр города, идущая через мост покроется льдом и ходить по ней станет невозможным. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».